Итак, снова здравствуйте, это снова курящие из окна, и даже не хочется говорить, сколько времени мы с вами не виделись. Я снова разучился не шатать микрофон, когда записываю, но это всё придёт заново. В общем, может быть, кого-нибудь в ВКонтакте я порадовал тем, что я хотя бы живой, и мне даже подарили приятный подарок на Новый год, напоминающий о том, что я 5 лет в эфире, и было бы хорошо ещё. В общем, сейчас и попытаемся, но, к сожалению, опять не ПВЗ, потому что для ПВЗ мне нужны некоторые жизненные обстоятельства, а хотя бы Сибирью, может быть, мы повысим популярность Сибири на моём канале, теми, кто по мне совсем соскучился. В общем, давайте сначала пойдём немножечко в сюжет, а потом уже поговорим и о том, и об этом, и обо всём. Итак, в последней серии всё-таки случились жуткие вещи тем, что тело Оскара пригодилось нам для оживления тела Ганса, ну, вернее, наоборот, не тела, а духа. Наверное, об этом стоит поговорить с этой шаманшей. Эээ, я хотела... Ганс, он как? Ха-ха-ха-ха-ха, Ганс, порядок. Кейт, надо сейчас, готовь отъезд. Ха-ха-ха-ха-ха. Готовить отъезд? Но как? Ха-ха-ха-ха, Тук-тут. Я уже успел отвыкнуть от этого тука-тут. Я думал, может быть, мне это приснилось и этого не было в реальности, но нет. Как всегда, ну ладно, тогда готовить отъезд... Надо теперь поговорить с Гансом. Не совсем понимаю, как то, что его поместили в новое тело, поможет ему ещё и научиться разговаривать заново. По-моему, это происходит не так Хотя, может быть, у него получится тот же металлический баритон, который у Оскара был Ганс, Ганс, вы все предусмотрели, чтобы закончить этот путь любой ценой А, или он у нас будет зомби-робот На Пикабу недавно видел какой-то комикс Там было про тему зомби, но у человека очень странный стиль рисования Там были квадратные тела, квадратные головы Подумал, что зомби-роботы это идея, такого еще не было А как же мне с ним обращаться-то тогда? У меня есть молельное колесо, может быть, его повесить над ним Прилетит волшебник в голубом вертолете Не вертолете, как его звали-то, блин, не Барнакл, Барнакл из Хоффлайфа Ну, короче, этот орел, который не орел, а который их дух Ну, правда, да, если повесить над ним, то, скорее всего, орел сделает то, что могут сделать орлы Что у меня еще есть? У меня есть ключ от паров... А, у меня есть ключ от паровоза, мне же нужно готовить отъезд, значит, похоже, пойдем и к паровозу Но... И теперь... А, еще интересный вопрос У меня по-прежнему есть в телефоне номер Оскара Или его уже нет? Что будет с ним позвонить, когда Оскара самого уже нет? Потому что я не помню, телефон был встроен в Оскара или... Просто так, может быть, я теперь смогу ментально общаться с Гансом посредством телефона? Ах, прощай, Оскар Че, даже номер удалила? Нет, не удалила, ну ладно Мама, офис, Оскар Ну, маме, наверное... Ладно, я не хочу никому из них звонить, надо пойти готовить отъезд, выпить чаю Что-то снова с непривычки голос несколько хрипит Хотя, может, это сказывается, что на улице сейчас минус 20 Как всегда уже второй или третий год подряд в Петербурге на новогодние праздники минус 20 Ну, хотя, учитывая то, что люди в интернете мерялись, что у них на Сибири Не хватает градусника для того, чтобы замерить, сколько градусов происходит Может, это, конечно, никого и не волнует, но на самом деле здесь это очень заметно И опять, судя по прогнозу, именно... Кстати, этот ловец снов что-нибудь сделает? Нет? Еще раз Прогнозы именно в конце праздников опять Ничего, как будто спала и проснулась Сразу станет тепло Ой На стульчике такой коврик В общем-то знакомо Как-то по-деревенски это все Ну, да Так, я снова буду чертову ему времени бежать до поезда или как? Интересно, кстати, теперь поезд-то мне... Там же Оскара нету и никто не скажет о том, что Кейт, ты дура Ты не можешь завести поезд, пока что-то не так Может быть, теперь Кейт будет дура сама по себе? Без помощи Оскара Я опять забыл, куда за ним идти Снова заиграла тревожная музыка А с последней две серии Сибири меня дико выбесили тем, что... Ээээ... Там в паре мест была как раз тревожная музыка Одна вообще, удары гонга Во второй, по-моему, какая-то музыка Когда-нибудь на часы мы смотрели или еще что-то Из-за этих две серии Сибири мне предъявили авторские права И отказали в монетизации на них Мне вот интересно, это на ютубе что-то произошло? Или это именно так мне повезло? Потому что отчасти из-за этого я как-то подумал, что шло бы оно все в пень Ну, конечно, не совсем в пень, но... Мне понравилось Причем не хочется, но там можно, конечно, вырезать эту музыку и... Сказать, что я все это удалил, и пускай будет хорошо Но не хочется нарушать ритм повествования Потому что именно в такие моменты музыка, когда... Ну, как-то не хочется ее вырезать Ну, в общем, посмотрим по этой серии Может быть, сегодня мне повезет даже пару серий записать Хотя, сомневаюсь Но у меня были четкие планы до конца новогодних праздников Хотя бы успеть дописать Сибирь Тем более, что... Да, кто не знает, я, конечно, планировал это сказать в конце Самого летсплея таким радостным голосом Но чувствуешь, надо сейчас Потому что там же была информация о том, что Сибирь-3 анонсировалась на конец 2016 Но уже давно есть информация, что она анонсирована, теперь переанонсирована на первый квартал 2017 года Правда, первый квартал это долго По-моему, квартал это четверть года там, кварта, да Квартет, кварта, значит, первая четверть Это январь, февраль, март Три, три, шесть Ну да Видимо, до марта, скорее всего А хотелось бы как-то не погружаться в Сибирь А все-таки сделать что-нибудь еще такое Куда совать в тебя ключ? Куда в тебя совать ключ? А, по-моему, под ключ Вообще странно, как-то механика поезда меняется Обычно у него место подсования ключа всегда было где-то сбоку А теперь что, прямо по центру, что ли? Мне же этот пульт упро... А, теперь Оскара не будет, и мне дали крутить эти ручки Но ключ сюда совать все равно некуда Значит, нужно будет не только крутить эти ручки, но еще и всунуть ключ Столько механизмов, и ни один не работает без ключа Без машиниста поезд не поедет Так не без машиниста, а без ключа С этой стороны поезда меня выпустите вы? Нет, не выпустите Блин Так, как... Как этот поезд стоял в Романовске? Он стоял передом вперед И у него слева по ходу поезда была дырка Или справа? Не, она у него была в попе справа, да Сзади, сзади, справа А тут он как стоит? Здесь он стоит передом... Ну да, справа Еще у него дырка была, по-моему, во втором вагоне А теперь у меня вообще второго вагона нет Как-то это не про... А, или... Или вообще спереди У него было отверстие... Вообще, где у него только не было отверстий? А сейчас подумаю, обойду его как-нибудь по краям Я еще понимаю, было бы здесь написано просто ключ от механизмов Форальберга Типа я открыл этим ключом сердце Оскара Но это не значит, что он к поезду приделается Оно здесь четко написано, ключ от паровоза Значит, он где-то здесь Кстати, странно, у них паровоз на самом деле без трубы абсолютно Какая-то очень интересная система продумана Дорогой паровоз, где у тебя дырка? А, вот место под дырку Ну, я бы как-то сказал, это совсем незаметное место Я бы подумал, что это какая-то... Дефект текстуры скорее Но вот полезно сам предмет потыкать Значит, сюда все-таки, да? А, он вошел, и... Все равно стал еще одним дефектом текстуры Ну, проворачивать его, видимо, не надо Теперь мне можно все... Не получается Не получается Не получается Что у тебя получится-то? Куда тебя крутить первым делом? О! Да, знал бы я Принцип движения паровоза Было бы проще Я уже забыл, как было изначально Как я не напортил Не получается Что-то один рычажок двигается Все остальное не хочет Может быть, это значит, что... Не получается Не получается Вот я его сдвинул Теперь у меня что-то еще получится Может быть, это какой-нибудь тормоз ручной Ну, в принципе, мне сейчас же не надо поезд Не получается Отправлять Мне сначала нужно досюда Оскара отправить Не получается Тем не менее, у меня все не получается Но даже рогатка мне не поможет А куда мне еще-то сходить? А, или здесь были еще какие-то места, которые можно посмотреть Ну, вообще Или Нет, дальше подтягивать поезд никак, да? Или... Или все-таки как? Нет, подтягивать его некуда Он застопорился здесь просто совсем Отстанется И здесь нужно... Здесь нужно что-то с ним сделать В него посадиться А дальше уже отправляться Хорошо, можно сходить еще раз к этой Женщине Сказать, что я все подготовил И вставил ключ И можно что-то делать дальше Ну что, женщина скажет что-нибудь новое теперь? Она как-то уже совсем засыпает Забавно, что Она так держит этот бубен и палочку И Всячески хочет на него нажать Но, видимо, что-то ей мешает Ну, не на палочку Палочкой в бубен, да Палочкой в бубен Это реалии 90-х В темной подворотне Я хотела... Ганс, он как? Готовить отъезд? Тук-тут Может быть, это подсказка Что мне снова нужны те мужики Которые тук-тут и тук-там Которые тянули мне поезд Про 90-е, кстати, да Сложился Новый год И, наконец, мы дождались первую часть Фильма Паши Киномана Один день детства Я посмотрел ее Чуть ли не расплакался И жажду снова В принципе, всем советую Рассказчик, он действительно замечательный Собрать из такого количества Не пойми чего И собрать такое количество материала Подачу и такую ностальгию Это удивительно, на мой взгляд Я даже не помнил, например Что у Поля Чудес была такая Странная заставка когда-то Но не этого вида Поля из квадратиков Ну и Очень много вещей, короче Посмотрел с огромным удовольствием Хотя было очень странно Видеть этого человека В кадре на улице Потому что за сколько лет Я его знаю По-моему, он всегда снимался Исключительно в квартире Но, правда Все равно примерно так же Но Катч мне понравилось Всем советую Что мне делать там? Что я придумал и куда я уже успел уйти? А, я хотел к этим муж... А, подождите-ка Чтобы отправиться на поезде Мне, наверное, вот эти огромные ворота Нужно открыть Но пока что мне не подавали Вообще никаких возможностей их открыть Может быть теперь что-нибудь изменилось? Маленькое колесо Пробка Бутылка Наполненная, кстати Рогатка Отсюда мне давали подходить? Да, этот кадр я помню Сюда по-прежнему нельзя Дальше, да? Терен Стэнс Может, я все-таки что-то не понимаю? Может, я должен еще что-нибудь засунуть в поезд? Правда, жалко я к этой женщине подошел И не попробовал поговорить с Гансом Может быть, конечно, он Каким-то внутренним пониманием жизни Понял, что до этого он был не готов И как только я всунул ключ в поезд Он уже понял, что он готов и можно трогаться Не уверен, что она так Ну вот, кстати, я с другой стороны поезда И Трогать его тоже нельзя Но и, в принципе, другая сторона поезда Мне абсолютно не нужна Потому что ключ я уже засунул везде О, с тобой можно говорить Ты у нас проводник Кулукамат Тук-тут Нет, это не мое Ни имя, ни фамилия Ни Кулукамат И ни Тук-тут Тут, кстати Ну да, вспоминая Это такая интересная И вопрос поднялся На Новый год смотрели фильм Ирония судьбы или с легким паром И вот интересно В те времена действительно на самолет можно было сесть Без предъявления именного билета и паспорта Или там все-таки это пожертвовано в художественном стиле Потому что я, признаться, не знаю Когда даже, чтобы Ну сейчас-то даже, чтобы на поезд Дальнего следования Ну, не дальнего следования А по России нужно предъявлять и паспорт, и именной билет Тогда Настолько верили людям Или все-таки это Пожертвовано, скажем так Если кто-нибудь знает Может подсказать Хотя сомневаюсь, что у меня есть Тради зрителей и люди под 40-50 лет Ну, может кто-нибудь интересуется Не получается Чего у тебя, извините О! О! Ой, какая странная штука Все у тебя получится А че я выдвинул-то? Это Теперь у нас Таран, которым я смогу пробить эту ледяную стену впереди Не получается Я смогу ее убрать? Да, она убирается Ладно, видимо, мне придется насиловать поезд дальше Просто в правильном порядке Не получается Но явно вот этот вот вентиль отвечает за то, что выдвигает эта штука На манометре здесь по-прежнему ноль Так, а эти рычажки Тоже не получается Не получается В общем, главный вентиль крутить нельзя вообще Ладно А? Че я нажал? Че я нажал? А, это только приемник А, нет, не только приемник Это клешня, которая будет из поезда И самого в себя грузить Грузить уголь? Че себе Че-то я такого не помню Не получается Ну ладно, а куда А, вот сюда я нажал Все, понятно Не получается Ага, и теперь эту штуку нельзя крутить Не получается А какую можно А, вот эту можно Во, хватай Хватай Кстати, такая же клешня, как была на По-моему, в первой части на заводе Фаральберга, в которой Ну, которая была, когда мы ноги Оскару правильные делали Ну, короче Видимо, я загрузил О, на манометре Че-то изменилось На манометре Че-то изменилось Теперь я могу Делать дальше Я надеюсь, что я Не смогу сделать дальше В неправильную сторону Я просто должен делать это Правильно и все Не получится Не получится Не получится Ну, хоть какой-нибудь рычажок Или все Или я уже все доделаю Ага, снова клешня Ээээ Ээээ Или это я клешню выдвинул Но у гуля не взял А, или подождите-ка Вот сюда, вот в этот Рычаг я загрузил То, что надо И теперь здесь на манометре Стрелка правильная А от этого рычага Стрелка идет к этому манометру Теперь я на него должен нажать Не получается Нет, не получается Блин Штырек убрал Нет Нет Ну, логика же правильная Может быть, он не хочет Делать пока штырек там Или этот Не получится Ага, и вот Нет Пока это так Нельзя этот тормоз крутить Хотя его и так нельзя Бесполезно А, это уже бесполезно Это не не получается Ладно А что же должно получаться-то Или я могу отсюда вылезти Пока Да, я могу отсюда вылезти Пока клешня торчит Может мне что-то надо сделать Пока клешня Не, клешня не торчит Клешня торчит только в воображении Кейт Пока мы этим занимаемся в процессе Но это явно заправка Хватит чихать Просто интересно В задачу входит Чтобы прямо все Стрелочки заработали Или нет Может, не еще водой надо заправить У меня есть наполненная склянка Но Применять ее некуда А все-таки не люблю Я старый квест Такой, где можно на решение Одной задачи потратить Сто лет Допустим, это я перевел Раньше я этого не мог перевести Вот когда это переведено Клешню я могу вы... О! Торпеда Ой, как это странно выглядит Честное слово Че ж так снизу-то И че ж так удлиняется Простите, если вам это будет сниться В эротических кошмарах Но я не специально Так Это я выдвинул Теперь я должен взять это На этот рычажок Наверное Точно А сосал А сосал А, это заправка водой Точно Она же паровоз Одной клешней мы угля взяли А другой мы взяли воды А что мне третье нужно? Ну третье мне только огонь нужен Но огня-то здесь брать неоткуда Может быть, в принципе, и считается Что теперь я сделал уже все И теперь я готов Главное не спустить это все случайно А, ну вот третья клешня Ага, и эта закрутилась Так че я буду этим де... А, это воздух, наверное, набирается Да, точно воздух Паровой двигатель, он же... Еще в паровом двигателе, по-моему, нахрен воздух не нужен В резервуарах Только чтобы уголь горел Ну, короче, все заработало, я не знаю На что мне правильно нажимать? И правильно ли мне нажимать сейчас? Наверное, на этом месте я даже хочу сохраниться Я давно не сохранялся Так, снимаем мы 19 минут Значит, еще есть что поделать Ага, вот это теперь Я думаю, здесь надо сделать все, что можно сделать Ну че-то я что-то сделал Ага Ой, как громко ты орешь У меня прямо душа По-русски газ написано Прикольно Правда, это должен быть не газ, а пар скорее О! А, правильно, это же роботизированный паровоз Он может пар использовать не только для движения Но и чтобы уже затопить ледник этот Здорово, продумано Не ожидал такого, признаться Не помнил, не ожидал Если дорогой YouTube придумает, что на звук рушащегося ледника Тоже есть авторские права А я кому-нибудь закатаю Наконец, ответную реакцию на то, что они оборзили Ну, надеюсь, нет А, это мы Это мы растопили этот ковчег И че мне А, блин, точно Это все-таки последняя остановка Дальше-то на поезде нельзя Ковчег этот нужен был И точно, мне теперь поездом вообще нельзя управлять Ну, значит, все, теперь я готов Уж теперь Ганс точно должен почувствовать всем своим нутром То, что пора отправляться Надеюсь, на этот ковчег, если я случайно с... А, ну да, ковчег еще надо сойти Ну да, он же стоял Он стоял прямо возле тех ворот Да, и ворота мы тоже наверняка оттаяли вместе с ним В принципе... О, мужик, проводник Ты куда пошел? Кому докладывать? Если я за тобой пойду, ты вернешься? О, пошел действительно За ним можно угнаться Обычно, если такие НПС уходят с экрана Они потом уходят за экран и все А тут его можно догнать и посмотреть, кому он докладывать Пошел, ну да Как-то никуда он не пошел Или... А был здесь этот, который за Юки? Может быть, теперь мне, наконец, Юки пригодятся И мое сумасшествие уйдет? Тук-тук-тук-тук Так, тук-тук-тук-тук Ты показываешь куда-то пальцем Надо что-то смотреть Сначала я проверю, правда, все-таки Нужны ли мне Юки Может быть, они Тоже почуяли скорую свободу? Нет, этот экран по-прежнему не нужен Не понимаю, почему он не нужен Зачем он? Ладно, значит, тогда пойдем туда, куда он пальцем указывает Наверное, это будет более верный шаг Верный шаг, верное направление То все-таки в направлениях я теряюсь Нет Похоже, показывал он не туда Или... А, ну да, нет Здесь можно пройти и так Все-таки с этой стороны Да, вот ковчег, все На него можно Открывается что-то новое И все прибежали смотреть сразу А мне к этому Гансу-то надо Или его уже сюда принесло Я думаю, посмотрю все-таки сначала сама Мы же выступаем еще немножечко Телохранителем Ганса Наверное, нужно проверить Что ничего не навредит его и так Железному и намного более крепкому телу, чем нашим Ты у нас вождь или кто? Я уже забыл Ты тот, кто стоял возле юрты Привет, Кейт Уолкер Угу, можно много о чем поговорить Например, заново сказать, что я Кейт Уолкер Мы должны отправляться в дорогу, Великий Вождь Ты уходишь Я никогда не забуду, как вы меня выручили Может быть, ты вернешься однажды Если хочешь Спасибо Спасибо за все, Великий Вождь Хоть бы заманили чем-нибудь По-моему, меня здесь опять не покормили Ничем не напоили Хотя, в принципе, у них из животных одни юки А как-то Есть юки, это... Но есть юки, это еще ничего Вот если юки у них еще Вместо молока дающих животных То это будет совсем странно Мы поплывем в этом ковчеге Лодка, юкол, крепкий Ты плывешь хорошо Да уж хотелось бы Мне, кстати, интересно В принципе, они говорят Немножечко похоже на то, как мы думаем Должны говорить чучи Но ты плывешь хорошо Ну, короче, с нарушениями времен Очень интересно знать Как они в английском языке это говорили Тоже путая Времена В английском языке, в принципе, времена, по-моему, проще путать Ну, примерно как йода Только там порядок слов Ну, да Ганс Пока меня волнует только он Ганс немного собрался с силами После своего... Преображения Последнее путешествие Ганс Фаральберг Теперь уже недалеко Я знаю, знаю Всегда идти за свои мечты Кейту Олкен Достали вы меня своим последним путешествием Ганса Фаральберга Он уже за эту игру Раз пять умирал, по-моему Не раз пять, но раза три точно Чё написано? А, великие ворота Нифига себе Скажите, вождь Вы можете открыть ворота в море? Кейт, бери друг Юки И вернись ковчег Великий вождь Откроет ворота Спасибо Попутный ветер тебе Кейт Уолкер До свидания До свидания Тоже Кейт Уолкер Боже ж ты мой Вы мне наконец открыли тайну Нахрена мне экран За годом Юки Он лишь для того, чтобы А, ну точно, господи Туда же поместили Нашего Юки С которым мы сюда приплыли Похоже Вернее, приехали Видимо, это он там просто обитал И его нужно будет взять И всё В долгом пути Можно будет его доить Можно будет Как в том анекдоте Что ж, я изверг, что ли Ну да, это Почему у тебя свинья На костылях бегает Сами ищите Это чёрный анекдот Так В принципе, меня сюда пустили И без Юки Но мне просто интересно Посмотреть на это всё Хотя Знаю я это всё Может быть, всё-таки Нужно здесь немножечко Аккуратнее за что-то дёргать Это меня отправят И без друга И без Ганса А потом скажут Что я её взяла Незаметно Но нет, похоже Вот единственное место За которое, наверное Можно её не дёргать Или Ганс Вы готовы двигаться дальше? Не хватает только Твоего друга Юки Вы хотите взять с собой Юки? Он может нам пригодиться, Кейт Хм Действительно Ганс сюда прям сам пришёл Голос у него стал такой Таким голосом, в принципе Он уже должен просить Твою одежду и мотоцикл Но, возможно, ещё и нет В принципе Ну, нет, всё-таки Вы меня простите Но, ну, хотя, да Всё равно непонятно, как Оскар разговаривал Может быть, это как-то должно влиять На его возможности говорить Короче, наконец-то 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 Это свершится Я пойму, зачем этот экран Самое обидно будет Если я на нём всё равно Ничего не сделаю И мне просто отдадут Юки И всё на этом экране Хочу хотя бы на какую-нибудь Какую-нибудь досточку Какую-нибудь закрывашку нажать Что я открыл Я молодец Я пришла сюда не зря Можно ещё, кстати, сходить к этой О, мне интересно сходить к Шаманше Вы уж меня Простите, я просто хочу посмотреть Как выглядит её кровать без никого Потому что как-то Я к ней приходил У неё постоянно в кровати кто-то было Тут, может быть, она сама спать пошла Может, ещё что-то Может быть, вождь, наконец, освободится Что у тебя тут? Да ничего интересного Даже кровать как-то не особенно помятая Шаманше О, кстати Ну, надо с ней попрощаться Я думаю, раз уж пришёл Я пришла сказать вам до свидания И спасибо за помощь Счастливый путь, Кейт Уолкер И попутный ветер Спасибо Ну ладно, тогда Значит, за Юки Вспомнить бы опять, где он находится Я боюсь, я смогу навернуть ещё пару кругов По этой местности, но Чтобы она осталась в памяти Она каждый раз, я её обхожу И каждый раз она у меня не остаётся в памяти Может быть, она, наконец, останется у меня в памяти Когда она у меня уже будет не нужна вообще Так Здесь чан Здесь вода По-моему, отсюда я приходил Да, здесь был этот мужик О, мужик Ты за ними следишь Теперь ты мне скажешь Туктут и отдашь их Кулит Туктут Туктут сказал Отдать не отдал Ну ладно, тогда возьмём его силой А, он тут познакомился ещё Чё, мы не с одним Юкио идём, что ли? Дорогие Уважаемые разработчики этой игры А, во, всё Теперь можно загон открыть Пошли Это какой Юки-то убежал, наш или не наш Я уж простите их В лица как-то не научился различать Ну, будем надеяться Ну, будем надеяться, что наш Тут не будет Нужно лишать ещё Романтические перипетии Этого Юки нашего Короче, ускорим тот момент Пока я бегу до Ковчега А то что-то это Задалбывает всё-таки Не хочу я это учить На дальней прорисовке Этой местности Я пока что не вижу Чтобы он был А, нет, вот он На ближней прорисовке уже есть Ну чё, вождь С тобой надо говорить Или нет? Привет Привет Кейт у Волки Тебя куда понесло Кейт у Волки? Ты сейчас в эту стену Уйдёшь Не открывая её Ну, видимо, нет Видимо, с ней не надо Говорить Добрый день Кунок Мак Может быть, это был Специальный скрипт Что Кейт Уолкер Должна своим лбом Пробить эту великую Эти великие ворота Давай Теперь Уходи Быстро У меня за микрофоном Было видно только Словосочетание Бы С Быстро Я думал Давай Уходи Быдло Но быстро Тоже хорошо Как странно Выглядит На переднем плане Задняя сторона Одежды Этого Юкола Нам не чем-то Напоминала Джабухата Или ожившего Персонажа Из Айзека Ну, вы же знаете Там какашки с глазами Все дела О, и этот тоже А, этот Фарханг Или как он Не, Фарханг Это Скорее Какое-то Ближневосточное имя Тоже полетел За нами Короче Сопровождать А может И Фарханг В общем К сожалению Не буду я Создавать романтичность Этого момента Прочувствуйте Ее сами Я лучше Все-таки Заговорю Эту музыку Сэр На третьей линии Детектив Контен Сказать Чтобы перезвонил Не надо Джесси Соединяйте С вашего позволения Кажется С ним Что-то не так Контен Контен Вы где? В настоящем Аду Марсон Просто В аду Я пас Массан Мы ее Не найдем Никогда Кейт Уолкер Ушла Ушла Совсем Из этого Мира Ей уже Не поможешь Буду Выбираться Отсюда Значит Получили мы В итоге Хрен с маслом Вот именно Точно Что ж Прощай Кейт Уолкер Забавно Прорисовано Мне нравится Хм Какой-то очень интересный факт Не вспоминается Вместе с таким количеством Пингвинов Женю я его забыл А Все Вспомнил Где-то вот Не помню где Точно Есть такое место Которое в ходе войны Очень Передавалось От одной стороны Другой Не помню какой войны И так далее Но вот как раз Где обитают пингвины И там Короче Оно было Очень сильно Заминировано Настолько что Люди просто боялись Потом его расчищать И идти А то ли веса пингвинов Не хватало Чтобы мины срабатывали То ли еще что-то И короче Действительно Где-то в реальности Есть такое место Где вот Чисто обитают Просто пингвины Я не помню Чтобы в этой игре Было так Но Это явно еще не конец игры Потому что я помню Тут будет какой-то Рок Это все что я помню Об этом месте Ну и судя по времени Нам пора прощаться Надеюсь все-таки Следующая серия Будет скоро И действительно До конца осталось Максимум Парочка Серий Ну надеюсь я на это Пока что это был Курящий из окна Смотрите Подписывайтесь Простите что долго не было Надеюсь кого-то порадовало До свидания Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok